Привет всем, друзья! Приобрел я вот такую вот подставочку для ноутбука, столик с активным охлаждением. Ну и решил, что будет интересно рассмотреть его, потому что вещь действительно хорошая, практичная и удобная. Необходимость такого приобретения, ну, в первую очередь, была обусловлена тем, что ноутбук, за которым я работал, что приходилось раз в полгода чистить, и мусора, пыли я оттуда вытаскивал, ну, колоссальное количество. Вот поэтому, наверное, смекалистый народ и придумал столики-подставки с активным охлаждением. С другой стороны, друзья, этот столик служит не только как столик для ноутбука. Я бы его, например, использовал еще и как буржульский такой столик, да, для завтрака в постель. Но это уже другая тема, не будем отвлекаться. Будем говорить чисто про его функционал и конкретно для ноутбука. Ну, поехали! Вот такая вот упаковочка. Ну, давайте я вам покажу, что с другой стороны. Вот, с другой стороны у нас тоже такая вот штука, патент. То есть, наш столик эксклюзив, как это мы понимаем. Ну, больше здесь ничего, ничего, как бы, такого и нет. Ну, что ж, давайте посмотрим, что там, какой он у нас внутри. Вот такие вот размеры. Упакован в такую вот пузырчатую пленочку. Ну, давайте это заберем. Так, сейчас мы его, пленочку снимем. Ну, вот, друзья, что мы имеем. Мы имеем вот такой вот бамбуковый столик. С такими вот технологическими отверстиями для охлаждения. Вот. С этой стороны у нас, наверное, место для мышки. Ну, и для мобильного телефона такая вот выемка, высверненная. Ну, тут, наверное, очевидно, для стакана, как бы, планировалось, да? Или так оно и есть. Не знаю, не буду утверждать. Вот. Что еще? Что еще? Эта часть у нас, верхняя, она, конечно же, поднимается вверх. И регулируется. В дальнейшем я покажу, как. Вот. Вес, друзья. Вес его 2 килограмма 100 грамм. Вот. Ну, так утверждает производитель. Я не мерил, не знаю. Вот. Давайте все-таки померим длину, размеры. Значит, длина у нас... Так. 50... Длина у нас 54 сантиметра. Ширина... Ширина 34 с половиной. То есть, такие вот у него габариты. Ну, и глубина. Глубина где-то будет примерно 4 с половиной сантиметра. Давайте посмотрим, что с другой стороны. Вот. С другой стороны мы имеем вот такие вот ножки. Они откидываются. Здесь у нас находятся как раз два кулера для охлаждения. И такой вот выдвижной USB обычный. Ну, USB, конечно, сделан очень стрёмно, честно говоря. Так как сам провод напоминает какую-то шёлковую нитку. Ну, понятно, что использована самая дешёвая и оптимальная запчасть. В этом столе, наверное, эта запчасть и будет самой, наверное, неудачной, что ли. Да? Самой слабой. Самым таким опасным местом, которое можно... Ну... Наверное, это придётся заменять со временем. Я так думаю, моё впечатление. Ну, ладно. Ножки регулируются у нас, то есть, вот такими вот барашками. Барашки, если видно, да? Вот тут вот барашки по краям. Вот. Сейчас я один из них раскручу. Одну ножку поднимем. Вот. И сейчас. Видно, да? То есть, ножка у нас поднимается и фиксируется. Выдвигается она на длину 10 сантиметров. То есть, из обычного базового состояния вы можете сделать 10 сантиметров. Ну, что касается остального функционала нашего столика. Есть у него такая вот коробочка тут ещё с краю. Давайте перевернём и рассмотрим её поближе. Вот здесь. Выдвигается. И имеется вот такая вот планочка. Планочка у нас вставляется в два технологических отверстия. И служит для того, чтобы наш ноутбук не сполз. Ну, я вам скажу заранее, что я пробовал ноутбук, на нём ставил уже. И что удивительно, ну, просто не скользит. Из-за того, что в ноутбуке есть маленькие резиновые ножки, да? То есть, он как мёртвый стоит. Вот реально даже при большом наклоне. Ну, давайте прикинем, как на этом всём будет выглядеть ноутбук. Ну, в данном случае возьму свой ноутбук. Ну, вот. Чуть-чуть, конечно, с этого краю, вот, да? Вот с этого краю, если быть точным, если поставить его, вот он чуть будет выступать. Вот. Очевидно, всё-таки хорошо бы тут сел какой-то вот 14-дюймовый, что ли, да? Или 10-дюймовый. Ну, и это не мешает, потому что ножки у меня вот находятся как раз в ноутбуке. Если у меня ножки вот тут, да? То есть, я его ставлю и он ножками цепляет, что тут, что здесь. То есть, что слева, что справа, он закреплён ножками надёжно на самом столике. Что я говорил насчёт зацепляемости? Ну, вот, продемонстрирую вам. Вот так вот я его ставлю и буду поднимать мой столик. Ну, видите, да, что, как бы, как бы я не поднимал, даже практически вот наклон под 90, ну, он чуть начинает полоспалзать, конечно. Ну, то есть, резинки, резиновые ножки ноутбука, если они у вас есть, то они не позволят ноутбуку прямо-таки уже упираться вот в саму технологическую вот эту вот штуку, да? Упор. Ну, работать, я думаю, будет удобно. Вот. Существует вот такой вот подъём. Сейчас я ножки заберу пока. Ну, вот такой подъём. И здесь у нас вот такая металлическая штука. Для чего она? Ну, видите, да? Разные уровни подъёма. Ну, то есть, давайте вот закрепим на самом высоком подъёме. Вот. На таком подъёме это, ну, не знаю, не буду утверждать сколько градусов. Ну, довольно-таки высоко стоит ноутбук. И вот если мы поставим ноутбук, вот. Ну, это, друзья, уже, как бы, да, серьёзно так. Уже, если слишком близко, наверное, пододвинуть её к себе, то, как бы, будет необходим вот такой подъём. Ну, и самый минимальный давай. Самый минимальный. Посмотрим, какой. Ну, вот, вот это будет самый минимальный. Крепится, в принципе, основа держится очень надёжно. Вот закрепим на обычном, среднем, например. Держится так вот, упор хороший. Вот. Охлаждение работает довольно тоже успешно. То есть, ну, скажем так, создаётся определённый вакуум, тяга есть. Ноутбук, я заметил, вообще практически перестал греться. Потому как поверхность очень гладкая. Это у нас клееный бамбук. Вот. Ну, видно, да, по суставам. Вот, между стволами бамбука. Склеено оно всё. Ну, в принципе, что? Будем пользоваться, будем ещё смотреть, конечно. Вот. Крепится к основной станинке магнитом. То есть, стоит обычный мебельный магнит. Вот такой вот беленький магнит мебельный. И он удерживает нашу столешницу. Вот. Очень практично, очень удобно. Скажу чуть больше даже, что если захотите побаловать свою любимую завтраком в постель, эта штука будет как кстати. Так что рекомендую, друзья. Фирма может быть разная. Не обязательно данный производитель. Хотя, опять же, не знаю, есть ли такой аналог. Так как производитель запатентировал своё ноу-хау, изобретение. Поэтому, если найдёте аналоги, напишите, будет интересно, покажите. Ну, а пока, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok